В законодательном собрании Иркутской области рассмотрели законопроекты о социальной поддержке жителей. Теперь 80% стоимости путевок в детские лагеря и санатории компенсируют из бюджета области для тех, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее такие семьи были вынуждены приобретать путевки за полную стоимость. Кроме того, приняты законопроекты, направленные на социальную поддержку жителей, заключивших социальные контракты и выпускников учреждений для детей-сирот. Изменения в часть 2 статьи 4 регионального закона о государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области уточняют размеры выплат гражданам, заключившим социальный контракт. Речь идет о повышении размера выплат на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности с 250 до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей. Как рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Сенцова, изменения в часть 3 статьи 5 закона о постинтернатном сопровождении в Иркутской области позволят выпускникам организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей жить и питаться в таких организациях до момента трудоустройства или поступления в ВУЗы или другие образовательные учреждения. По данным Министерства образования Иркутской области, в 2020-2021 годах детей, которые нуждались в таких услугах, в Иркутской области было около 60. После создания соответствующих условий их количество может увеличиться, а в организациях для детей-сирот начнет развиваться новое направление работы.